Ассалям алейкум, Мейн Херц. Наигрались уже в ремастер Масс Эффекта? А то я тут, знаете ли, решил старую тему реанимировать. Концовки, там вот сюжет, а тут всё такое, на новый лад. Когда-то ещё до выхода Андромеды я говорил, что Андромеда провалится. Мне отвечали, что я просто обычный хейтер и сужу об игре ещё до её выхода. Как так можно? У-у-у! То же самое я, кстати, говорил о девятом эпизоде Звёздных Войн в преддверии его выхода, и отвечали мне то же самое. И вот вышла Андромеда. Я оказался прав. Теперь же анонсирована четвёртая часть Масс Эффект, и в разборе трейлера я сказал, что она провалится. Угадайте, что мне ответили. Правильно. Вы можете сколько угодно корчить рожей и надеяться на войс, но мои прогнозы имеют под собой твёрдую основу. Однако я вполне могу ошибиться. Шансы на это, разумеется, есть. Масс Эффект 4 может выйти отличной игрой по всем параметрам, включая сюжетную и лоровую часть. Но случиться это может лишь, если сама компания BioWare полностью поменяет направление движения. Ну то есть шансы, как вы понимаете, малы. Но они есть. И сегодня я поставлю вопрос так. Можно ли спасти вселенную Масс Эффект? Можно ли исправить упадническое положение вещей? Можно ли по-настоящему возродить Масс Эффект? И прежде чем ответить на этот вопрос, сперва необходимо разобрать другой вопрос. Я уже в который раз попытаюсь объяснить, почему вселенная Масс Эффект в упадке. И начну я с вопроса к тем, кто пытается мне рассказывать, что я просто хейтер. И Масс Эффект 4 судить право не имею, потому что игра же ещё не вышла. Да, вот меня часто обвиняют, знаете ли, в глупости, так как я же верующий человек, да, верун. Ну так скажите мне, каково это, верить в чудо? Потому что верить в то, что Масс Эффект 4 действительно реабилитирует вселенную, это всё равно, что верить в чудо. Когда-то давно BioWare в своём старом составе сделали первый Масс Эффект. Рассматривать игры с геймплейной точки зрения я практически не буду, потому что геймплей тут играет, конечно, роль, но уже не ведущую, не геймплей, угробил третью часть. Суть даже не в том, что в совокупности всех элементов первый Масс Эффект стал одним из столпов индустрии и задал тон геймдеву. Суть в том, что он помимо этого ещё и породил новую интереснейшую вселенную, основанную на прежних работах команды. Речь о рыцарях Старой Республики, разумеется. Думаю, разработчики давно хотели сделать нечто своё, масштабное и интересное. Потому вместо древней могучей расы Рака, то у нас древняя могучая раса Протеан. Вместо загадочной станции Звёздная Кузница, загадочная станция Цитадель. Вокруг обеих вращается сюжет в том числе. А вместо технологии Звёздной Кузницы, влияющей на разумное восприятие окружающих и водящих их на путь тёмной стороны, у нас одурманивающие окружающих технологии Жнецов. Притом, заметьте, можно провести параллели, но никакого самоповтора нет. Все эти элементы предстали пред нами в совершенно новом виде. И лучшим из этих элементов буквально находкой стали, разумеется, Жнецы. Это действительно находка, и в то же время это Эшафот для Вселенной. Эшафот, на который серия игр поднималась несколько лет. Дело в том, что когда ты придумываешь настолько могущественных антагонистов, а Жнецы позволят вам напомнить, это очень могущественные антагонисты, на секундочку, это полуорганические, полумеханические создания, живущие более полутора миллиардов лет, и принявшие в себя знания всех уничтоженных ими цивилизаций. Умнее, хитрее и могущественнее них нет, и быть не может никого. Честно скажу, на их фоне даже Южань Вонги смотрится как посредственный захватчик из ниоткуда. Так вот, когда ты придумываешь столь могучего врага и раскрываешь его как такового долго и тщательно, а особенно если при этом нагнетаешь атмосферу безысходности, а именно это и происходило всю вторую и всю третью части, то ты получаешь логический затык. А как же тогда условный Шепард справится с такими вот созданиями? Если они сильнее всех, и им не могут противостоять объединенные флоты всех развитых рас, если они хитрее всех, и сеет панику и раздор в рядах противника одурманиванием, если они такие-растакие, как с ними, Егор, к тебя подери справиться? Вот такой встает вопрос. Вопрос хороший. И чтобы качественно завершить такую сюжетную линию, не просрав все полимеры, нужно очень постараться. И хорошим примером, хорошим уже логическому завершению такой линии, будет, только сейчас не смейтесь, роман Гарри Поттера. Причем тут Гарри Поттер, спросите вы? А при всем при том, сейчас объясню. Разумеется, нужно понимать, что масштабы происходящего несопоставимы, но посыл какой? В первой книге нам рассказывают о неком Волдеморте, который держал в страхе всю Британию, и возможно даже не только ее, отчасти. Он был могучим магом, и мало кто мог ему что-то противопоставить. Во второй книге еще больше нагнетают ситуацию, рассказывая о его могуществе, и частично, частично демонстрируя его. Третья в этом плане нейтральная, в четвертой, пятой и отчасти шестой нам не только усиленно рассказывают, какой он могучий и непобедимый, ну а теперь еще и вовсю показывают. Убийство происходит тут и там, народ в панике, правительство беспомощно. Однако, вдоволь рассказав нам, почему Волдеморт крут и непобедим, Роулинг середины, или даже с конца шестой книги, начинает раскрывать нам и обратную сторону могущества, а именно уязвимости Темного Лорда. Потому что абсолютного могущества не бывает, даже если сами жнецы считают иначе. В седьмой книге нам раскрывает эту сторону еще сильнее, и демонстрирует на деле еще задолго до конца романа, чуть ли не в самом же начале. И по итогу действительно могучий, без дураков Темный Лорд, чуть ли не сильнейший Темный Маг со времен даже не Гриндевальда, а чуть ли не Герпия Злостного, кажется, древнего грека. Такой ведь из себя крутой Темный Лорд проигрывает, даже не поняв как. Потому что могущество ослепило его, и он не подумал, что какими-то свойствами, на которые он внимания-то не обращал, можно воспользоваться как слабостью. Суть поняли, да? В принципе, вот примерно вот этого я ожидал в Mass Effect 3. Конечно, там сложнее это все сделать, все же этот цикл не первый, и как это так вот, за полтора миллиарда лет ни одна раз до такого не догадывалась, а вот мы взяли и догадались. Но как минимум этот элемент можно было бы использовать. И дело тут не в моих ожиданиях, типа это ты сам там на себе напридумал, ты виноват. Нет. Просто это продиктовано логикой. Иначе мы получаем вундервафлю в кустах. В общем-то, мы ее и получили. Чтобы проработать такую сюжетную структуру, необходимо общее видение сюжета. Это важно. А кто может им обладать, как не сам ведущий сценарист? Или единственный, если он там единственный? Вот тут начинается самое интересное. Конечно, можно предположить, что Дрюк Арпишин, в общем-то придумавший сюжет в Mass Effect 3, является лишь действительно ведущим сценаристом, а кроме него были и другие на посылках, которые прорабатывали отдельные нюансы, скажем, расы, планеты и прочее. Даже если так, то в любом случае основное направление задавал Арпишин. Я надеюсь, ни для кого не секрет, что хорошая, качественная и масштабная работа, включая сценарии к играм, продумывается на годы вперед. Возможно, сейчас уже так делают реже. Или нас хотят в этом убедить, мол, они бросают камень в воду и смотрят, если выстрелят, то уже начинают вокруг этого условного камня нарабатывать вселенную. Но, я думаю, так делают далеко не все. И постоянно читая об играх, можно встретить заметку о том, что, мол, задумывалось продолжение, аддон или там еще что-то. Но... И там дальше причина этого самого но. Например, нехватка денег. Как правило, именно она. И я полностью уверен, что Mass Effect был именно птицей высокого полета, и сценарий там был продуман наперед. Но необходимо уточнить, что сценарий на разных этапах разработки может и должен отличаться сам от себя, как небо и земля. Это в порядке вещей. То есть, делая эпическую сагу, ты не можешь придумывать тех же жнецов по приколу, мол, вот есть они, вот, и все тут. Ты обязательно должен обосновать, откуда они есть, зачем они есть. Но в то же время, ты на ранней стадии работы не должен прорабатывать все в мелочах, вплоть до того, кто там кого в каких сценах победит или предаст, и каким образом. Любой сценарий многократно корректируется во время работы над подобного масштаба проектом. Он подстраивается под какие-то новые, внезапно нахлынувшие, замечательные идеи, например. Или даже начинает жить своей жизнью, как это обычно бывает с качественными книгами, чьи герои будто бы живут сами по себе. Я думаю, если меня сейчас смотрят писатели, то они это легко подтвердят. Это и отличает качественный контент от низкосортного фанфика. В последнем установлен тотальный диктат писателя. Будет так, даже если это так, противоречит правилам мира. Хорошо, если писатель о нем вспомнит об этом правиле, а если нет. Я это к чему веду? К тому, что хотя общий скелет или даже, наверное, хорда сюжета всей трилогии была известна еще на этапе разработки Mass Effect 1, все же, что будет происходить в Mass Effect 2, в подробностях не знал еще и сам сценарист. И это нормально. Улавливаете, к чему я веду, да? В первой игре нам раскрыли страшную тайну. Жнецы — это не просто детские сказки, это, в общем-то, живые космические корабли, которые уничтожают разумную жизнь в галактике каждые 50 тысяч лет. И они настолько могущественные, что ничто из имеющегося их не остановит. Можно лишь попытаться отсрочить их приход. Властелин тогда говорил общими фразами о том, что каждый из них — это нация, например, ну, то бишь, раса имелась в виду, о постройке цитадели. Всему этому еще лишь предстояло раскрыться во второй части. Пока что нам известен очень могучий враг, и отчасти идет серьезное нагнетание опасности. Пик этого нагнетания приходится на одной из самых умиротворяющих, как ни странно, сцен в игре — на беседу со стражем. Под спокойную, красивую музыку, голограмма рассказывает нам, как пал империя протеана, и как они успели в своем предсмертном броске навредить жнецам. Вы не ошиблись, это именно пик нагнетания ужаса перед жнецами. Потому как в первой части игра мастерски переключает внимание на персонифицированного врага. Врага, который, по идее, пусть и паскуду, но врагом не является, он лишь антагонист, который, оставаясь гнидой, и рад бы помочь, но жнецы ему такого шанса не дают. И, кстати, хоть Саран Артериус действительно жестокий расист, не каждый найдет в себе мужество сопротивляться одурманиванию жнецов, тем более на последнем этапе, скажем так, да? И уж тем более покончить с собой. Правда, как вы помните, это не помогло, ибо напичканное имплантами тела Турианца уже не нуждается в сознании. Кстати, забавно получается, не считая Бенезии, первым боссом трилогии был Турианец, а последним тоже Турианец. Оба хаски. Это намек на то, что Зелдерскросс 6 будет в Лордране. Однако, да, игра переключает наше внимание со жнецов на их пешку. И мы как-то постепенно об этих жнецах забываем. В конце Шепард говорит, что песец еще только грядет, и нужно готовиться. И пока Mass Effect 1 заслуженно почивал на лаврах, на волне этого успеха шла работа над Mass Effect 2. О чем в сущности своей Mass Effect 2? Не только о борьбе с коллекционерами, хотя и об этом, конечно, тоже. Коллекционеры — это, во-первых, измененные протеане, которые своим присутствием намекают на могущество жнецов. Заметьте, как усердно на этом делают акцент в игре. И, во-вторых, опять же, это пешка истинного врага. По большому счету, это просто хаски, не страшнее любых других, но организованными их делает главный жук. Прямо как в Hollow Knight, да? Только главный жук — это тоже лишь посредник, так сказать, канал передачи, не более того. Целой расой управляет один единственный жнец, предвестник, старейший из всех. И это снова намекает на их жнецов могущества. Вторая часть отказалась от персонификации врага в виде одного лица как раз по той причине, чтобы тот не перетягивал на себе одеяло и не затмевал врага истинного. Нам всю игру постепенно и разносторонне пытаются рассказать и показать, насколько же жнецы могучи и непостижимы. Раскрывается то, что каждый из них — раса, то, на что властелин ранее только намекал. Не просто рассказывается, а еще и показывается то, что протеания — это далеко не единственная погибшая в войне со жнецами цивилизация. Кстати, основная информация о погибших цивилизациях появляется как раз во второй части, именно для того, чтобы продемонстрировать масштаб происходящего, нагнать этой ихтонической жути. Мол, миллионы и миллиарды даже лет им бросали вызов, а у нас-то какие шансы? Вокруг двух таких уничтоженных рас и мша, и жители Клендагона даже вертятся основной сюжет в том числе. В числе прочего же развивается мысль не только о военной мощи жнецов. Она огромна, но если бы их сила была в этом, они бы были и в половину не так опасны. Раскрывается в том числе их истинная сила одурманивания. Всю игру нам показывает, что внушение куда опаснее, чем мы могли себе представить. Пик этого приходится на миссию на мертвом жнеце, жуткую миссию, где на записях показано, как даже мертвый 37 миллионов лет жнец одурманил всю исследовательскую команду. Но помимо этого нам также понемножку, совсем понемножку рассказывает о неком феномене, о быстром старении звезд. И игра подчеркивает, что геты к этому точно не причастны. А причастность жнецов к этому также не доказана. То есть нам намекают, что жнецы могут быть сами либо не в курсе, что сомнительно, с их-то уровнем осведомленности, либо в курсе и сами озадачены, что уже больше похоже на правду. Думаю, что изначально предполагалось делать на этом более заметный акцент. Вот на Хестроме Талли расследует это дело влияние темной материи на сверхбыстрое старение звезд. И ты начинаешь думать, что все это не просто так. Игра называется масс-эффект. Эффект массы. Что такое эффект массы? Эффект, который получается при воздействии электричества на нулевой элемент. Притом выделяется темная материя, которая, судя по исследованиям акварианцев, и старит звезды быстрее, чем нужно. Ее используют биотики, ее используют во всех двигателях космических кораблей и еще в куче другой техники. Вся галактика беспрерывно генерирует темную материю. И ты такой думаешь, господи, да это же очень важная проблема, которая может уничтожить всю галактику по идее и быстрее, чем ты думаешь, быстрее даже, наверное, чем жнецы. И жнецам от этого тоже будет не легче. И вот на корабле акварианцев мы подтверждаем, что да, такая проблема действительно присутствует. И все. Больше об этом ни слова до самого конца игры. В конце, кстати, подчеркивается, что победа над коллекционерами это, конечно, немало, но это, скажем так, пшик. Это инструмент в руках предвестника. По сути, в мультиплеере третьей части показали верную концепцию. База коллекционеров и главный жук это лишь передатчики воли жнеца. И когда он явится лично, он лично же возьмет под контроль разрозненные остатки расы коллекционеров, что, в принципе, и случилось. То есть, вспомните самоубийственную миссию, как всю игру нам подчеркивали ее важность. Важен каждый элемент, каждая деталь, каждый член команды. А уж как это было режиссерски поставлено, это просто блеск. И музыкально в том числе. И теперь осознайте, что вся эта самоубийственная миссия лишь отсрочила основную проблему на полгода. Ну и еще прорядила ряды коллекционеров, разумеется. От осознания этого факта также должны закрадываться мысли о ничтожности наших усилий. Уже в последних кадрах финальной заставки мы видим, как армада жнецов движется к Млечному Пути. Кстати, почему-то многие не обращают внимания на то, что показано в этой заставке. Я скажу об этом чуть позже. Давайте подведем промежуточный итог. В первой части нам рассказали о жнецах. Во второй раскрыли их невероятно сильные стороны. Что мы почерпнули из всего этого нагнетания атмосферы всеобщей гибели? То, что первое, жнецов невозможно победить обычным оружием, даже суперкрутым. Клендагон пытался, много кто еще пытался, куча неназванных рас, об этом я уже рассказывал. Были и опустошительные затяжные войны, и жертвоприношения, все это было, ни у кого не получилось. Грубая сила, не выход. Это первое. Второе, это то, что самое опасное оружие жнецов не их армада, а их сила внушения. Даже в кодексе сказано, что быстрое одурманивание возможно, но оно быстро превратит существо в безмозглого и малоэффективного хаска, а вот медленное внушение как раз дает возможность манипулировать скрытно и эффективно достигать цели. Даже страж рассказывает, что протеане дали отпор армаде жнецов, но их изнутри уничтожили одурманенные предатели, то есть те, кто потом стали коллекционерами. И это еще тогда не было известно Ожа и Жатил, кстати. Также отличные примеры медленного внушения это Саран Артериус и Призрак, разумеется, а еще батарианские ученые Доктор Кенсен или как его там, я про инцидент с ретранслятором Альфа. И, наконец, третье. Существует параллельно совсем некая крайне серьезная проблема темной материи и такое отражение такого явления как эффект массы. Вот эти три пункта до нас доводят две игры. И теперь пришло время уничтожить того могучего врага, которого перед нами рисовали так долго. И чего можно ожидать? Возможно, классического раскрытия еще и немыслимых слабостей этой расы. Не знаю, может быть, сценаристы придумали иной способ, но это уж точно не должно быть некое супероружие. Чего точно можно ожидать, так это раскрытие проблемы нулевого элемента, ведь ее суть в названии самой игры. Все сводится к эффекту массы, к масс-эффекту. Также вполне можно ожидать, что жнецы и потрепанные расы людей применят на всю катушку свое истинное оружие отурманивания, и что истинная битва произойдет не в космосе с кораблями, а в сознании главного героя, в сознании Шепарда. Все это логически вытекает из того, что мы видели раньше. И вот выходит масс-эффект 3, и уже с самого начала игры ты понимаешь, что все потеряно, все похерено, даже так. Масс-эффект похерен, похоронен под неподъемными амбициями и горы сценаристов, сменивших Эрпишина на посту. Я... Я не знаю, как вам еще объяснить. Вот как вот как снова все разжевать, чтоб до вас, до всех, наконец, до перло! Масс-эффект 3 плох не только из-за концовок тупых, как ёб твою мать. Не от того, что нет хэппи-энда, никто вообще про него не говорит. Убейте всех, но дайте нормальное завершение истории серии. Закончите те линии, что начали, доведите все до логического финала, пусть даже для этого придется пожертвовать всеми персонажами оригинала. Я понимаю. Я понимаю, что не всем доступны такие знания, о которых сейчас рассказываю я. Не каждый роется в лоре и его деталях, но ведь многое, большинство, оно просто лежит на поверхности, даже копать не надо. И я понимаю, что кому-то мог понравиться конец Mass Effect 3, ведь на самом деле иногда даже откровенно плохой продукт может прийтись по вкусу, почему бы и нет. Плохой, низкосортный, неважно. Не страшно, если конец саги вам показался логичным. Мало кто вообще знает, что такое логика, чего уж там. Знает слово, не знает его значения. На бытовом уровне мы просто бросаемся им, чтобы обозначить близкие себе понятия. Кому-то логично это синоним разумно, а кому-то логично это просто синоним слова понятно. Поэтому я ни в чем не обвиняю таких людей, которым просто понравилась откровенно дерьмовая игра с откровенно дерьмовой концовкой. Пусть, почему бы и нет. Но вот те, кто настаивает на том, что концовка Mass Effect именно с точки зрения разумности, разумно, что она правильная и вообще непонятно, что все ноют, вы просто-просто хейтеры такие всегда. Вот они, вот эти люди, настоящие говноеды, самые настоящие говноеды, которым можно скормить любое сценарное, непотребство и они его переварят и им будет норм. Им будет норм. Вот так вот вырождается творчество. Что, обидно прозвучало, да? Да. Зато обесхождение вокруг да около. Вот благодаря таким вот потребителям, которым норм, мы получаем игры, книги, фильмы, где вместо сценария кусок говна. Но они все равно купаются, потому что ну норм же, че? Ва че? О нет, детишки, проблема тут не в концовках. Сейчас скажу два постулата, которые в упор не хотят слышать спорщики. Первый, концовки у Mass Effect 3 неплохие, они нормальные. Просто сама игра дерьмо, и для дерьмовой игры такие дерьмовые концовки вполне подходящие, там они смотрятся нормально. И второй постулат, теория одурманивания недействительна. Сейчас только не взорвитесь от негодования. Никто не говорил, что она действительно. Это отчаянная попытка залатать дыры, оставленные дебилами сценаристами для таких же дебилов-игроков, которым вечно все норм. Это попытка довести до разумного финала те три начатых в первых двух играх пунктов, на которые в третьей игре разработчики положили хер. И мне насрать, что то говнище, что есть сейчас у нас, это официальный лор. Также насрать и на официальный лор Звездных войн, фантастических тварей. Это все постканон, продукт деградации, фанфикшен под брендом. Не верите? А вот смотрите. Вернемся к третьей части. Вы когда-нибудь читали плохие фанфики? Я вот читал. У всех у них есть общая черта, особенно заметная в жанре попаданчества. Новоявленный герой должен выглядеть героически на фоне других уже знакомых нам героев, на создание которых было потрачено кучу времени маститами, как правило, писателями. То же самое Роулинг, Толкином, какая разница кем. Но сделать его героя сильным нужно уметь. Героями не становятся вот так вот по щелчку, и потому такие вот писаки прибегают к примитивнейшему приему к занижению фона. Я никогда не забуду ту срань, на которую потратил целый час детства, где какая-то тупая бабища, попав в мир Звездных войн, будучи до того секретаршей, за год стала умнее, мудрее, сука, и сильнее, ёпашу матчем Вейдер и Сидиус вместе взятые, и уж тем более желание. И это правда было так, но не потому, что она умна, а потому, что в том фанфике и Вейдер, и Сидиус вели себя как кретины и разговаривали как дворовое быдло, но их фоне даже камень смотрелся бы вдушительно. И так везде, ну то есть вообще везде. Замечательный тому пример еще один продукт постканона, замечательная Рэй из новейшей трилогии Звездных войн Путина неладно. Чтобы сделать ее крутой, достаточно просто на ее фоне показать одного из величайших джедаев всех времен тупым, беспомощным дедом зеленой малафьей на бороде. Какое, спрашивайте, это имеет отношение к масс-эффекту? На самое прямое. Смотрите, начнем по порядку. Пока что оставим все эти перипетии с мальчиком за кадром. Что нам показывают в самом же начале? Что на Марсе вдруг, внезапно, как гром среди ясного неба? Вот очень вовремя! Раскопали чертежи некого оружия, которое, как бы, непонятно, победит ли Жнецов или нет. Говорят персонажи, но понятно, что сценаристы говорят, что таки да, именно он и победит. Что видит игрок, которому норм? Он видит... Вау, этот масс-эффект круто! Что видит игрок, который не довольствуется калом? Сука! То есть, вы что, хотите сказать, что вы две игры нагнетали, что Жнецов невозможно победить никаким супероружием и даже показали тщетные попытки разных цивилизаций это сделать, хотя и более развитых цивилизаций. А теперь вдруг вы банально вводите, сука, сраный рояль в кустах вундерваффе, который реально победит Жнецов. Вы, сука, там в своем уме? Вы совсем, что ли, шалели, блядь? Импотенты с левой резьбой! Стоп! Стоп, погодите! А че я бомблю? А, я понял! Это же ловушка Жнецов! Нет, ну, но не может же быть сценарий таким дебильным, да? Наверняка, это ловушка Жнецов. И вот так, если подумать, всю игру нас к этому ведут. Нам прямым текстом заявлять, что никто даже не понимает, как это работает, и, в общем-то, они не уверены, что это вообще... Ну что ж, что они строят? Они даже не знают, что строят. Может, это вообще большая межпланетная кофеварка такая? Вся информация, что у них есть на тот момент, это то, что чертежи улучшали несколько циклов, и что протеане не успели это оружие закончить. У человека, у которого не свисает слюна изо рта под звук должно зародиться чувство противоречия, что в этой ботве что-то не сходится. И действительно, тут всё не сходится. Во-первых, как-то уж очень вовремя эти чертежи были найдены. Поразительный тайминг. Копали Марс, копали 40 лет, или сколько там, И вот именно сейчас накопали именно то, что вот в данный момент необходимо. Во-вторых, а собственно, что накопали-то, опять же, а никто ведь не знает. Зато известно, что чем бы это ни являлось, оно не сработает без некого катализатора, суть которого тоже не истана никому. Поэтому мы в разгар геноцида галактики гробим огромные ресурсы фактически на веру в то, что эта космическая клизма окажется тем, чем надо. Это катализатор вдруг сам найдется, и вся эта вундервафля пухнет правильно и не сотрет нас же самих в порошок. Вам это не кажется идиотизмом? В-третьих, а откуда эти чертежи взялись? Вопрос на миллион. Они дорабатывались разными циклами. Окей, дорабатывались, я понял. Так что, эта клизма, то есть, ни разу, значит, не стреляла, да? А почему? То есть, ни разу не достроились, что ли? Циклы длятся более полутора миллиардов лет. На секундочку. Но, допустим, их относительно недавно начали чертить, эти чертежи. Но какой логикой руководствовалась та цивилизация, что придумала Горн? Тут два варианта. Либо они хотели уничтожить жнецов, но не успели построить это сооружение, либо они понимали, что им не успеть уже, и хотели передать знания тем, кто будет дальше. Но в обоих случаях все сводится к двум мелочам. Первая мелочь. Горн — это не более чем теорема, ни разу не применявшаяся на практике. И сколько бы раз не улучшали чертежи, само наличие жнецов показывает, что дальше теорем все это не ушло ни у кого. Так почему же именно сейчас, именно у нас должно получиться? Потому что мы избранные? Ну, хорошо, допустим, мы избранные. А чем мы именно такие крутые? Предвестник делает акцент на том, что люди действительно чем-то особенны, генетический потенциал и прочее, но уж явно не техническим прогрессом мы особенны и не способностью собрать из ракушек и говна пушку, что аккуратно истребит неистребимых жнецов, верно? То есть тут тоже что-то не сходится. Притом, я вас уверяю, жители Календагона точно так же относились к своей пушке. Это домыслы, но, скорее всего, они точно так же не были уверены, что у них получится, но яро на это надеялись. Ну да, им удалось ценой чуть ли не раскола планеты убить одного жнеца, который при этом умирал 37 миллионов лет и умирал бы и дольше, если бы не случайные гости. А по факту, первый выстрел пушки оказался последним. Уверен, другие расы тоже свои идеи считали таким благородным порывом, который, по их надеждам, должен был их спасти, но вот вопрос, хоть одна раса спаслась? Ни одна не спаслась. Почему мы должны? Может быть, потому что жнецам выгодно, чтобы мы так думали, и вместо того, чтобы сосредоточить силы на том, что действительно может уничтожить жнецов, сосредоточили их на неком горне? Вторая мелочь. Жнецы собирают все технологии рас и принимают их в себя. Независимо от того, тупые они роботы в виде кальмаров или дохрена разумные организмы. Это просто факт. То есть, жнецам было прекрасно известно о горне. И уж поверьте, им также прекрасно было известно о его назначении. Это, кстати, подтверждает и предвестник. Но назовем его так, как он был назван разработчиками. Катализатор. С чего вдруг ему называть себя так, если он не знает о горне? Он все знает. И этот он лишь жнец, скорее всего, сам предвестник. И заметьте, множество циклов разные расы улучшали горн, чтобы... Чтобы что? Какие опции нам предложил горн? Уничтожить все технологии жнецов красным лучом. Ага, то есть это этакая эми, затрагивающая только технологии жнецов. И зная о такой возможности, разумеется, жнецы ничего не предприняли. Но тогда и ты, Шепард, погибнешь, и геты тоже погибнут. Хотя, с чего вдруг жнецам жалеть гетов, которые даже из-за инструмента особо ими не считаются. Да и вообще, вот тебе другая правильная концовка, она даже синим цветом обозначена. А слезь-ка ты с нами. Ну, то есть, стань жнецом. Частью жнеца, если быть точнее. То есть, поддайся. И еще лучше, зеленая концовка синтез. Да, для самых-самых тупых дебилов, у которых космическая магия из ниоткуда в никуда, это норма жизни в эпической саге. Самое забавное, что эта концовка имеет под собой основание, как и любая другая, в принципе, та, что есть в игре. Вспомните, что говорил еще в первой игре Саран Артериос. То, что наше спасение в слиянии органики и синтетики. В общем-то, эту идею и продвигают жнецы. Только сколько ни гресь о подобревших жнецах и полусинтетических цветочках с микротипами вместо лепестков, а при слиянии органики и синтетики, получается два результата. Это либо жнец, либо хаск. То есть, нам предлагают второй раз сдаться. Ну, и еще и богоподобная четвертая концовка, где нам вообще предлагают сдаться просто так, без объяснения. Даже тип, я устал, я ухожу. А жнецов победят следующие. Ну да, конечно. Каждый предыдущий так считали, уверен. То есть, вся эта великая стройка длиной в миллионы, если не миллиарды лет, свелась к тому, чтобы сдаться, либо пальнуть Эми, от которого жнецы вполне могли придумать защиту за такой огромный срок. Это при условии, что Горн реально такое может. Они же могли внести корректировки в чертежи. И никто бы даже разницы не почувствовал. Получается, Горн был бы построен по технологии жнецов. Как и Цитадель. Двойной бинго. Что ж, подведем еще один промежуточный итог. Все варианты сводятся к тому, что единственным реальным бенефициаром являются лишь жнецы. Строительство Горна выгодно только им. И всю игру создается такое подковерное ощущение, что жнецы специально тянут время, чтобы закрепить эту иллюзию. Помните, сколько понадобилось сил, чтобы уничтожить одного единственного жнеца? А, собственно, все силы Цитадели. И даже этого было мало. Пришло подкрепление Альянса. И то у них не получилось бы, если бы не Шепард, работавший изнутри и нечаянно перегрузивший щиты Лустилина. А что сейчас творится на земле? Целая орда жнецов десантировалась. А Андерсон чуть ли не в одно рыло, это я имею ввиду командование, ведет войну против всей армады. Клянусь, если бы жнецы хотели, он бы и дня не продержался. Просто вспомните, как они расправлялись с другими расами. Орбитальная бомбардировка, вирусные бомбы, одурманивание. У них не было ни шанса, но им, людям этот шанс, словно бы дают. То есть, все сводится к тому, что жнецы ведут свою игру. Нам будто бы всю дорогу намекают, это неспроста жнецы ведут свою игру. Но что мы видим в конце? То, что должно было развернуться как большая афера, по идее, оказалось сценарной аферой. Разработчики все это тулили нам всерьез. Вот это вот все про оружие, уничтожающее жнецов тремя разноцветными лучами, всплывшие внезапно и построенные вопреки. Про армаду кораблей, противостоящую жнецам. Да, да, они все это всерьез. Но подождите, а как же так можно? Ведь жнецы это же не просто тупые роботы в виде кальмаров. Каждая из них это целая цивилизация, а с багажом знаний в миллиарды лет. И технологиями, о которых никто даже помыслить не может. Нет, это так все раньше было. А теперь жнецы, как в том самом плохом фанфике, были низведены до реально тупых роботов в виде кальмаров без индивидуальности. То, о чем нам упорно рассказывали разработчики две игры к ряду, было смело слито в унитаз в самом же начале. Начнем? Начнем с азов. Нам рассказали, что каждый жнец создан из ДНК, знаний, технологий, вот этой вот всей выжимки отдельной цивилизации. То есть, по факту, жнец это целая раса в одном лице. Это факт? Это факт. Каждый жнец индивидуален еще и внешне. Он имеет вид расы, из которой сделан. А кальмарообразная оболочка это лишь саркофаг для более удобных космических перелетов. Это и костюм. Все же форма Левиафана, по подобию которых были сделаны саркофаги, более удобна именно для перемещения в космосе. Это тоже факт. Исключением является лишь предвестник, первый жнец, который снаружи и внутри одинаков. Но сам саркофаг тоже является отражением индивидуальности. И в мелочах они отличаются. Это логично, так как речь идет именно об индивидуальности каждой цивилизации. О сохранении ее уникальности. И этому в играх есть два подтверждения. Во-первых, пластилин и предвестник заметно отличаются друг от друга визуально. Во-вторых, в конце финальной заставки Mass Effect 2 нам мельком показывают ту самую армаду, летящую к Млечному Пути. И если присмотреться, то жнецы не повторяют один другого. Думаю, разработчики еще даже не сильно заморачивались, так как этот момент мелькает буквально на полторы секунды, но суть они передали. Каждый выглядит как-то по-своему. Что мы видим в начале третьей части? На землю высаживаются эсминцы, которые являются копиями друг друга. Индивидуальность похерена. Ну, зачем рисовать различных жнецов, если можно использовать одну и ту же модельку? Никто ж не заметит, правильно, да? Теперь мы про интеллект. Вспомните, как свободно и витьевато разговаривал предвестник. Вспомните, как точно так же свободно и витьевато нагнетающе разговаривал властелин. А теперь вспомните этого карликового жнеца Нарануахи. Его фразы лаконичные, обрывистые, но даже если это плохой для вас довод, он реально слабый, то как вам слова предвестника Нагорни о том, что это именно он контролирует жнецов? О каком таком контроле идет речь, если каждый это цивилизация и каждый мыслит свободно, хоть и их мысли посвящены одной цели. То есть никакой индивидуальности и интеллекта в былом понимании там нет. Есть просто роботы на основе органики, которые интеллектуально чуть умнее, чем те, с кем они воюют. И они под управлением другого искусственного интеллекта, потому как это я вам говорю, что катализатор это предвестник, но это фанатская теория по канону, это реально искусственный интеллект. Вы замечали, что вы Горн строили из органики? Нет, потому что его строили из синтетики. Искусственный интеллект, содержащийся в Горне или внутри цитадели, это именно искусственный интеллект. Это даже не жнец, это то, что создало жнецов. Программа. Программа, создавшая роботов, которые уверены, что они умные. Вот что такое жнецы в новом постканоне Mass Effect. Теперь о том, почему они еще и слабые. Вернемся к низведению великой силы до границ, в пределах которых их реально можно одолеть. Снова Рануарский жнец. Я, конечно, понимаю, что двухкилометровым кораблям высаживаться на планеты, это как бы немного из разделов бреда. Ну, то есть они могут, разумеется, однако корабль с такой массой будет просто раздавлен в атмосфере. Всякие эсминцы и прочие громадины строят на верфях уже в космосе, именно по этой причине. Заметьте, именно так раньше было в Старых Звездных Войнах. А что мы видим в новых? А то, что такие же эсминцы входят в атмосферу. Да. Прекрасно. В общем, для посадки такой махины в атмосферу используется тот самый эффект массы. При воздействии электрического тока на нулевой элемент, жнецы управляют собственной массой, делаясь легче, чем они есть на самом деле. Поэтому они и могут садиться на землю. Однако для таких манипуляций требуется огромная прорва энергии. И это, мягко говоря, не экономично. А энергию тоже ведь нужно откуда-то брать. Жнецы не жнецы, а ресурсы нужны всем. Да и зачем все это нужно? Ведь именно для таких, казалось бы, целей были созданы вот эти вот мини-жнецы. Что о них известно? Что они сильно меньше, более чем в два раза. Собственно, легче, но при том это полноценные жнецы. Можно предположить, что они как раз были созданы для ведения наземной войны, ведь гигантским жнецам было бы несподручно садиться на планету. Но тогда встает вопрос, а какого хера жнецы массово десантируются на планеты лично? Вот эти вот гигантские эсминцы, при том и сейчас, и в протеанский цикл. Это в куче катсцен показано. Можно предположить, что эти жнецы были созданы из менее умных рас, от которых генного материала осталось не очень много и обнаружилась острая недостача. Поэтому они тупее и слабее. А можно предположить, что сценаристам кровь и из носу понадобилось низвести могучих полумашин до состояния, в котором их реально можно одолеть. И, о чудо, Шепард таки сумел это сделать. Ну не прелесть ли? То есть опять промежуточный вывод. Жнецы в Mass Effect 3 показаны тупыми, слабыми роботами в виде кальмаров, без малейшей индивидуальности. Все ради того, чтобы трилогию можно было хоть как-то завершить. Если всю вторую игру нам нагнетает ответственность и эпичность, а в конце шик, то в третьей части при тех же условиях, в конце пшик. Там начинается цирк Шепито, о котором я уже рассказывал три года назад подробно. И портал неизвестно откуда, неизвестно куда, а главное неизвестно зачем, взявшийся как будто бы специально для Шепарда. И растительность, и общая атмосфера будто во сне, и разговоры, косвенно указывающие на то, что Шепард одурманен, и визуальные сходства локаций буквально сшитых из кусков того, что мы уже видели, что, кстати, соответствует показанной в третьей же игре концепции внутреннего мира гетов, да и в целом общей концепции снов и иллюзорных миров, которые часто сотканы из того, что видел тот, кто в нем пребывает. Ну и в итоге все сводится к тем самым знаменитым концовкам, которые, по сути, копируют друг друга. Апофеозом и точкой преломления послужил, конечно же, катализатор. Мальчик. То есть вначале мы видели этого мальчика при том ситуации, в которой он не мог выжить. Две игры подряд Шепард имел контакт со жнецами, и разумно было бы предположить, что они таки начали его одурманивание. То самое медленное, при котором ты не должен в первую же неделю получать летящиеся глаза и внешность Хаска, разумеется. Всю третью игру, как и логично предположить, я об этом уже говорил в начале, война идет в разуме Шепарда. Жнецы манипулируют им через чувство вины. Мальчик до взрыва ведет себя так, будто бы он нереален. Точнее, другие ведут себя так, будто бы его нет. Еще ранее он вдруг, без посторонних звуков, кроме звука одурманивания жнеца, опять же, исчезает в трубе, словно Бэтмен. А Андерсон будто бы не слышит ничего. Ну, старость, не радость, да. А знаете, когда мальчик ведет себя вполне логично, как реально маленький мальчик? В двух сценах. В первой, где он играет, и в последней для себя, где забегает в здание, которое через пару секунд взрывается. Даже если бы он залез в трубу, он не выжил бы при таком взрыве. Мальчик погиб уже в этой сцене. И дальше это уже иллюзия, продукт одурманивания. Подкошенный чувством вины, Шепард всю игру ведет сны про то, как не спас его и других. И знаете, что фигурирует в этих самых снах? Помимо звуков жнецов без примеси механики, что можно замечательно услышать, если прослушать звуковые файлы отдельно, там еще и маслянистые тени. Те самые маслянистые тени, о которых прямо говорила королева Рахни. Их видели ее дети, которые были одурманены жнецами, что и послужило причиной рахнийских войн. И вот же сюрприз. Катализатор, которого Шепард встретил на горне впервые, принимает вид того самого мальчика. Каким образом? Откуда он взял этот образ? Именно тот образ, которым стращали Шепарда всю игру. Можно, конечно, предположить, что каждый человек видит что-то свое из-за свойств катализатора. Но это предположение не основано ни на чем вообще. В отличие от более логичного предположения, что этот образ мальчика был намеренно вложен в голову Шепарду самими жнецами. И обоснование этому масса. Как я уже говорил, за три игры Шепард вплотную общался и со жнецами лично, и с их хасками, и с их технологиями. К тому же, имеет место быть повышенное внимание именно к нему от жнецов. Это неоспоримый факт. И будет очень глупо, если жнецы, даже будучи тупыми роботами, никак этим не воспользуются. Но в официальном лоре это выливается в ничто. И не просто в ничто, а в самую дебильную глупость. Я не представляю, каким нужно быть кретином, чтобы принимать такое и говорить «ну мне норм». Обижайте сколько хотите, но я повторю, официальная мотивация жнецов – это собачий бред для самых тупых и самых нетребовательных. Вы только вдумайтесь, вот просто вдумайтесь. Левиафаны, главествовавшие в первом цикле, наблюдали за тем, как каждая раса рано или поздно создавала синтетиков, которые ее же, эту расу, и уничтожали. И левиафаны не придумали ничего умнее, чем создать для решения этой задачи жнецов. И что же сделали все такие крутые из себя жнецы? Они начали уничтожать все расы до того, как их уничтожат синтетики. Ведь с точки зрения жнецов, они их не уничтожают, а перерабатывают в жнеца. Но формально это именно геноцид, да и жнецы не совсем синтетики. Знаете, это напоминает не логическую цепочку, а какие-то рамсы по понятиям. Мол, один раз не пидорас, ну значит норм, знаете, да? Согласитесь, очень похоже. Да и потом, если быть точным, левиафаны создали именно искусственный интеллект. Синтетика. А уже искусственный интеллект, синтетик, создал жнецов по своему усмотрению. А теперь давайте сократим все нули в этом рассуждении, уберем, так сказать, лишнее. Каждая раса рано или поздно создает синтетиков, которые их же и уничтожают. Для решения этой проблемы некая раса создала синтетиков, которые ее же и уничтожили. И теперь синтетики уничтожают органиков для того, чтобы органики не создавали синтетиков, которые их же уничтожат. Вы, не знаю, не замечаете в этом потоке бреда, по ошибке этих глиномесов, названном каноном, логическое противоречие. Если прям вот совсем нули сократить, получается так, чтобы синтетики не уничтожали органиков, синтетики уничтожают органиков. И если кто-то после такого вот скажет вам, что все в этом ебанутом сценарии логично, смело вызывайте санитаров, этот человек явно не дружит с головой. Как и те, кто это придумал. И ведь, и ведь схавали же, схавали причмокивая, вот ведь что обидно-то. Именно поэтому на волне общего негодования возникло столь массовое отрицание официального канона и столь яростное презрение к концовкам и к игре в целом. То, во что превратилось Mass Effect, это тоже во что сегодня превратили Звездные Войны. В апофеоз, маразм, где уже все можно и ничему не стоит удивляться. Но если Звездные Войны хотя бы технически удобоваримы и даже очень хороши не подкопаться, то Mass Effect 3 геймплейно тоже был так себе, мягко говоря. У него было немало проблем, но нас сейчас больше всего интересует тот факт, что собственно твой выбор в течение всех трех частей ни на что практически не повлиял вообще. Конечно, невозможно сделать так, чтобы влияла каждая мелочь, но не хочешь срать, не мучай жопу, почему у CD Projekt'ов получилось, спрашиваю, а у вас нет. И они ведь даже не пытались. Они даже не пытались, влияние решений на конец настолько незначительное, будто бы их не было вообще. И никакие экстеншн-каты дело не исправили. Хотя до них там было все еще хуже, как ни странно. Так разницы-то вообще не было никакой, а подробностей о последствиях не было вовсе. Разработчики долго выкаблучивались и демонстративно возмущались глупыми юдишками, что не поняли их гениальные задумки, но так уж и быть. Боги снизойдут до смертных и объяснят всем в бесплатном, вот подумайте, да, дополнении, в котором нихрена не объяснили, но, сука, сходу исправили несколько откровенных косяков вроде взрывов ретрансляторов. Хотя божились же, что вот изначально все сделают правильно. Кто-то даже начинал то лить мысль, что они сделали правильное решение, ведь... Сейчас, сейчас просто вдумайтесь, да, ведь о них говорят, о них помнят. Вот их цель, чтобы о тебе помнили и еще много лет обсуждали. Обсуждали. О, да! Запомнились людям, как авторы великой игросаги о ведьмаке и их теперь будут помнить всегда. Вот дебил, а ведь всего-то и нужно было наделать кучу и создать бучу, как BioWare. Вот те, кто так считают, действительно заслуживают жрать такое вот дерьмо. И, разумеется, далеко, далеко не все оказались говноедами. И, повторяюсь, на волнении годования родилась теория одурманивания. Собрав воедино все те нити, что были обрублены с выходом третьей части, собрав все факты и подкрепив их домыслами разной степени натянутости, фанаты практически спасли сагу. Все, что нужно было сделать разработчикам, это принять это как канон и остаться в истории как сети-прожекты со своим ведьмаком, авторами не только легендарного Которра, все же Звездные Войны это не совсем их детище, но еще и авторами великолепной вселенной Mass Effect. Но, да, вы ведь уже в курсе, правильно? Зачем? Схавали же! И все, что будет дальше, тоже схавают. Схавают Андромеду, схавают Антем, схавают ремастеры, ремейки, ремиксы, все сгорит зимой холодной. Очень им понравился их сравнительно недавний ответ на вопрос от теории одурманивания, мол, это круто, конечно, но они не такие умные. Вот тут охотно верю, они действительно не умные. Они тупые, они полнейшие дебилы, угробившие замечательную историю. В отличие от Дрю Карпишина, который из вежливости, я думаю, их просто нахер не посылает. Как примерно это сейчас делает Марк Хэмилл, к слову. Да, сценарий Карпишина, в котором истинные мотивы жнецов совсем иные, смотрится недоработанным, потому что он сюрприз и есть недоработанный. Никто не пытался его доработать, потому что в работу была принята совсем иная концепция. То, что темная материя, благодаря эффекту массы, которая даже является названием игры, старит звезды и галактика умирает раньше времени, и жнецы ищут решение всей этой проблемы, по-своему пытаясь спасти цивилизации, консервируя их себе. Вот это все променяли на ту хуйню про роботов, которые убивают, чтобы роботы никого не убили. И изредка слышится какое-то несмелое бление о том, что мы просто хейтеры, мы смеем критиковать этот ебаный шедевр. А не понравилось вам это потому, что там нет хэппи-энда, и Шепард не выживает. При том, что Шепард, сука, выживает. Я, извините, я просто не знаю, что тут еще сказать. Ничего цензурного в голову вообще не идет. Вот так и хочется на такое ответить. Ты долбоеб, не играй больше в игры. Вот вообще ни в какие, даже в Барби, в Тетрис. Вот такое вот дерьмо, ребят. Это я все объяснял, почему Mass Effect 3 дерьмовая игра. Не концовки плохие, повторюсь. Не End, не слишком хэппи, а игра дерьмовая. Это дерьмовый Mass Effect с ужаснейшим сюжетом. Но, если не воспринимать ее именно как Mass Effect, то, как в случае с Андромедой, это совсем неплохая игра, от которой можно получить удовольствие. В отрыве от вселенной тут неплохой сюжет, прорва интересных и эпических моментов, ну и шикарное дополнение Цитадель, просто блестящее, без дураков. Ну и геймплей тут не самый тухлый, хотя во второй части он был проработаннее, как по мне в аспекте перестрелок. Да, бывает и так, что игра дерьмо как X, но как нечто вне этого X она неплоха. Забавно, но так же вышло, повторюсь, с Андромедой. Поняв, что они обделались прилюдно, но бабла-то срубить хочется, BioWare решили продолжить историю Mass Effect, но улететь от расхлебывания последствий буквально в другую галактику в далекое будущее. Про Андромеду я также уже подробно рассказывал, как отдельная игра это весьма неплохая фигня, но как Mass Effect это хрень полнейшая. Дальше вы знаете, что было. Однако, теперь наконец-таки мы вплотную подошли к вопросу, можно ли спасти Mass Effect, и если можно, то как? Ай, смотрите, опять же, я считаю себя истинным фанатом саги, и мне не все равно, что с ней творится, кто бы там что ни вякал. И я считаю, что Mass Effect спасти можно, но действовать надо решительно и кардинально менять все, что было. А для этого придется засунуть гордость поглубже в задницу и признать, что то, что придумали они, это срань. А вот фанатские надумки уже другое дело. И нанять нормального сценариста, карпишен или нет, уже не важно. Я не просто так описывал, почему Mass Effect 3 плохая игра, потому что концепцию вселенной и ее правила резко поменяли, вот почему. Эти изменения просто взять и отменить уже не удастся, хотя это было бы идеально. Такий Snyder Cut Edition, да? Но давайте будем честны, этого не будет никогда. Поэтому придется сглаживать углы, благо кое-где это сделать можно. Во-первых, горн. Концепция супероружия никуда не годится. Разумнее было бы объяснить это действительно уловкой жнецов. Все происходящее с момента взрыва около портала объяснить сном собаки, потому что по накалу бреда это, собственно, и есть сон собаки. Я думаю, игроки даже не обидятся, если совершенно новую часть серии начать с той самой битвы со жнецами. Например, первую главу сделать про войну, а потом так вот типа «Десять лет спустя! Хопа! Шепард пропал! Все ищем Шепарда!» Труднее будет с мотивами жнецов. Ту бредятину с органиками и синтетиками выдавливаем как гнойник и объявляем попыткой одурманить капитана. Пусть даже в этой самой первой главе нам никто не объяснит мотивы жнецов, но они обязательно должны быть возвращены в прежнее русло, связанное с темной материи. Игра может быть про что угодно, но как во второй части, там должна красной линией идти мысль о том, что звезды умирают. И это как-то связано со жнецами. И почаще нужно это упоминать. Тогда в итоге расы осознают истинный мотив жнецов. Но где же искать ответ? И вот тогда, ёб твою мать, уже можно запускать в Андромеду всяких долбоёбов на поиске альтернативных технологий, которые спасут галактику. Сука, каким же дебилом надо быть, чтобы даже тупой русский Иван из Пензы на ходу придуло концепт лучше, чем выиграли на место, чёртовы? Извините, просто реально же обидно. Так вот, нерешённым остаётся сам вопрос со жнецами. Они-то куда все делись? Ну, тут уже придётся их исчезновение связать с Горном. Однако, куда же они все исчезнут? Если бы сценаристом был я, и мне бы предложили вытаскивать из могилы эту вселенную, я бы сначала, конечно же, расстрелял предыдущих сценаристов из танка очередями, а потом написал бы так. Жнецы вдруг резко, массово отступили. Я понимаю, звучит неправдоподобно, но из этой ситуации реально трудно выкрутиться так, чтобы прям совсем без потерь. Зная грани сценарной импотенции биотварей, что постоянно, кстати, ширится, они скорее придумают какую-нибудь карманную вселенную или параллельный мир, в котором они, знаете ли, вот эти все жнецы, значит, так туда занырнули, вот. Да, или Шепард, вообще неважно, да. Ну так вот, жнецы отступили, так как основная их задача, помимо поиска альтернативы нулевому элементу, это сохранение цивилизации. Кстати, канон второй части, заметьте. А если предположить, что резерва ДНК у них нет, с чем я бы не согласился, я об этом даже ролик делал, ну что уж там поделать, да, то они потеряли слишком много цивилизации в этом бою, то бишь слишком много жнецов полегло. Этот цикл дал серьезный отпор, серьезнейший за миллиарды лет. Хрен бы с ним, пусть так. И старая тактика уже не работает. Жнецы отступили в темный космос для перегруппировки и придумывания нового плана, более разумного для них в первую очередь. Но, но их истинное оружие одурманивания никуда не делось, и вот в ход идут армии одурманенных. Не таких вот хасков, как раньше, а совсем других, медленных одурманенных. Политики, представители религии, вожди, командиры, подающиеся медленному осторожному внушению, начинают сеять смуту. Кто-то предлагает упиваться победой, утверждая, что жнецы испугались и больше не вернутся, что они победили. Хотя это не так. Кто-то, например, ханары, это вполне в их духе, настаивает на том, что жнецы это наоборот новоявленные боги и карали нас за то, что вот мы такие плохие, но теперь дали нам шанс. Было бы классно, если бы атмосфера игры нагнетала всеобщее недоверие друг другу. Каждый бы считал того, кто с ним не согласен, одурманенным. Никто никому не мог бы доверять, наступил бы серьезнейший кризис в галактике. Плюс, как я уже сказал, линии с бедствиями от гаснущих звезд и плюс линия восстановления разрушенного жнецами. И на фоне вот этого всего все ищут последнюю надежду командора Шепарда, который пропал, что было показано в трейлере Mass Effect 4. Круг замкнулся, я заткнулся. Вот из этого реально может получиться хоть что-то интересное, даже если играть мы будем не за Шепарда. Например, играть за того же Райдера было вполне нормально в Андромеде. Хорош же доить бедного Джона. Можно придумать совсем что-то другое, самое главное это учесть ошибки третьей части, то есть три столпа. Первое, жнецов нельзя победить супероружием, второе, жнецы сильны одурманиванием и третье, проблема темной материи существует. Это то, что нам рассказывали две части и то, что похерили в третьей. И только учтя эти нюансы, можно выкрутиться и возродить вселенную Mass Effect. Но давайте будем честны с собой, каковы шансы? Речь идет не о тех BioWare, что делали первую и даже вторую части. Того состава давным-давно уже нет, от них остались рожки-доножки, а места их заняли творческие импотенты по квоте. Извините, что часто используют определения, но наикраши их описывает. И этот состав не сделал ничего хорошего. Сразу после провала Mass Effect 3 последовал провал Dragon Edge 3. Опять же, трилогия тоже, как говорят, загублена. Тут утверждать не могу, так и пока еще не поиграл. Андромеда никуда не годится, хотя это была попытка выехать на уже готовой вселенной. Попытка же создать новую вселенную называлась Anthem, и это просто убожество, что подтверждает острый творческий кризис. Ну и поняв, что придумать они уже ничего не способны, BioWare решились на эксгумацию. Это выпуск четвертой части Mass Effect и ремастер оригинальных частей. Конечно, тут не могла не подогреть руки EA, издатель, на которого работает BioWare. Отличная ширма, чтобы снять с них всю ответственность, мол, это EA их заставляли, поэтому игра получилась говно. Все игры, если быть точным. Замечательная отговорка, которая сойдет для сельской местности, разве что. Правда в том, что сами BioWare тоже на этом хорошенько руки нагрели. Мне там сказали, что оказывается была скидка аж там числе не в 500 или в 300 не помню рублей тем, у кого третья часть куплена в стиме. Но сейчас этой скидки не наблюдается, кстати. То есть это была какая-то разовая акция. Вот это щедрость. Великолепно только. А почему через стим? Через стим сама игра на самом-то деле ведь не запускалась никогда. Через стим запускался Origin. Почему в Origin, принадлежащем EA, не было скидки? У меня был и оригинал, и все дополнения. Где моя скидка? По скидке я бы даже, наверное, купил, а нет скидки. И опять же этот царь-аргумент, мол, а ты знаешь, сколько стоит оригинал со всеми дополнениями? Гениально. Я предлагаю какую-нибудь говно-игру вроде того же Anthem'а продавать за 10 тысяч рублей, а еще DLC к ней за 5 тысяч каждая, а потом сделать ремастер с минимум изменений и продать игру за 5 тысяч. А чё, ты знаешь, сколько стоит оригинал? 1020, да? А тут всего за 5, надо брать. Ну бери, блять, тибил. То, что EA настолько ебанутая компания, что продает старое говно DLC к нему по баснословной цене, не значит, что эта цена оправдана, вас наебывают на деньги, а вы и рады, варежку разъянули, добавки на лопате ждете. Я с вас фигею, блин. Ай, при том, ту же FIFA EA каждый год продает, делая минимум изменений и продает за те же 3,5 тысячи рублей, как нечто новое. Как кто-то правильно заметил, каждый год фактически ремастер делает. И ведь покупают. Отчего бы им, собственно, останавливаться, раз люди голосуют рублем. Притом, 6 частей Halo, как мне сказали, тихонько и безгромкой рекламы перенесли на ПК с ремастерами и цена 800 рублей. Угу. Это, кстати, не последний пример, далеко не последний. Так что, наверное, еще одним необходимым условием хорошего Mass Effect будет уход разработчиков от EA. Знаю, те у них в анальном рабстве, но, знаете, тогда вообще продайте Mass Effect кому-нибудь, хоть тем же CD Projekt, не знаю, хоть Клею, сука, Rockstar продайте. Всяко лучше, чем это свора бездельников. Но я надеюсь, вы отдаете себе отчет, что шансы на то, что Mass Effect 4 выйдет хорошим хоть есть, но он просто мизерный. Он, о, вот такой вот. Потому что и так схавают, и так проголосуют рублем, и так похвалят. BioWare лепит конъюнктурное говнище, думает, что по-другому просто нельзя. EA продают его за огромные деньги, говноеды играют и хвалят, пресса рассыпается в восторгах о наличии в игре сильных баб с синими волосами на подмышках, ни разу при этом игру даже не запускав. Все счастливы, схренали им что-то менять. Все так и останется. Потому что... Ну норм же. Делаем выводы. Погрустнели? Напрасно. Да, история, конечно, неприятная, согласен, но в наших сердцах в любом случае останется старый добрый Mass Effect с теорией одурманивания. Есть даже моды фанатские. Все это уже было и все это еще будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok